Павел Николаевич, прошел суд, по-моему, это уже в России самая финальная инстанция по поводу надуманного долга в миллиард 66 миллионов рублей. Скажите, как вы отнеслись к этому решению, было ли оно для вас предсказуемо и что собираетесь предпринимать дальше, будете ли обращаться в какие-то международные суды? — Во-первых, никакого суда не происходило. Оппоненты просто не понимают, что произошло, и поэтому пишут всякие глупости. Верховный суд имеет право запросить дело, если оно его заинтересует. Или не запрашивать его и отказать в рассмотрении этого вопроса, потому что там процедура такая. Если Верховный суд заинтересовывает это дело, то он запрашивает это дело из ниже стоящего суда, потом судья готовит какие-то материалы, один судья, и вносит для предложения. Он может, кстати, запросить дело, принять решение, что оно неинтересно для Верховного суда, оно не составляет практики, и тоже отказать. Но первая стадия — это сначала нужно запросить дело, чтобы оценить дело. Но поскольку Верховный суд, судя по всему, это в единой системе судопроизводства России, то ему это дело сказали не запрашивать. Потому что если кто-то думает, что в России остались независимые суды, то он глубоко ошибается. Все суды, вплоть до Верховного, очень сильно зависимы от исполнительной власти. И если рейдеры обладают поддержкой самых верхних и шумных власти, а мы в этом убедились, то, естественно, надежда на то, что Верховный суд запросит это дело и начнет по нему разбираться, были минимальны. Ну ничего страшного не произошло. Мы уже сколько, полгода живем в этом процессе, когда ты понимаешь прекрасно, что совхоз, в котором ты проработал всю жизнь, ты вдруг стал должен миллиард, хотя принес совхозу прибыль больше миллиарда, плюс к этому еще половина земельного участка вернулась, плюс к этому еще и другие там блага, я имею в виду, мы заплатили 350 миллионов налогов только с этой сделки. Не только себе, но и всем, в том числе и тем чиновникам, которые поддерживают рейдеров, досталась огромная сумма денег, которую они потратили, ну, скажем так, не на строительство школ, больниц, детских садов, дорог, а на свой пиар, на зарплату, на что угодно. Поэтому это для нас не новость, что судебная система в России глубоко, не только коррумпирована, она еще и глубоко администрирована. Поэтому будем бороться дальше. Но какие еще есть действия? Можно обратиться не только в Верховный суд, но к председателю Верховного суда, к заместнику председателя Верховного суда, а после этого обратиться в Европейский суд правонтайка, что мы и будем делать. Потому что там абсолютно надуманное дело, если вы помните, первые два суда были в нашу пользу, решение вступило в законную силу, потом к ассоциационной инстанции, решил, что была не проведена экспертиза, отправило дело на новое рассмотрение. Экспертизу так никто и не провел. А после этого вдруг принято решение, что я должен миллиард, хотя половина земельной участка вернулась, и еще деньги, там все показано же, деньги пришли, и все пришли в способе не вернуть. Поэтому это рейдеры, это обыкновенный отъем собственности. Кстати, знаете, что очень интересно? Вчера, по-моему, журнал Forbes опубликовал отношение к бизнесменам, скажем так, людей, ну опрошенных людей, опрашивали на улице продвижительных людей. Оказывается, к бизнесменам наши российские граждане не очень хорошо относятся. Ну, скажем так, они не считают их врагами. И среди лучших бизнесменов попали, интересно, Галецкий, Дуров и Грудинин. А также еще двое людей, которые, на мой взгляд, бизнесменами не являются, это Алишер Усманов и Абрамович. Ну, я бы разделил на две части. Первая, это Галецкий, который потерял свой бизнес, у него его отжали, по сути своей. Это Дуров, который вынужден был уехать за границу, тоже спасти, чтобы свой бизнес, и считает дальнейшее нахождение в России невозможным для себя. И Грудинин, который, значит, четвертый год мы боремся с рейдерами, значит, тоже власть нас никак не поддерживает, если не считать, что Геннадий Андреевич Зюганов, КПРФ, фракция КПРФ, государственная дума, всяческую поддержку нам оказывает. Но власть нас по всем каналам. В общем, мы сейчас за последнюю неделю еще 4-3 судебных иска получили от муниципальной службы, от какого-то муниципального учреждения. Опять же, эти наши акционеры возбудились. Они делают все для того, чтобы разрушить акционерное общество. Мы уже не можем 3 года подряд, по их мнению, собрание проводить. Мы не можем выбрать директора, мы не можем утвердить бедовой отчет. У нас арестованы все земельные участки благодаря им. Мы платим сумасшедшие налоги. Вот с этого миллиарда мы же заплатили, благодаря в том числе и тем людям, которые нам оказали поддержку. Огромный налог. Мы не можем передать земельные участки под домами многоквартирными. Тоже платим налог 3, больше 3 миллионов. То есть они нам ущерб приносят каждые деньги, так называемые акционеры. Делают все для того, чтобы обанкротить нас. Они уже обанкротили колхоз Гортова, колхоз Владимир Чая, многохозяйств Московской области. Довели до банкротства вот эти вот Таширова, Татищева, Архангельская, вот это Благодаря Вещения. У них уже банкротство по документам, по балансам. И теперь они пытаются обанкротить совхоз именили. Но не дождутся. Мы не сдадимся, будем работать так, чтобы все нам завидовали. И, кстати, то, что в рейтинге Грудинин оказался одним из лучших бизнесменов в России, и это как раз еще одна оценка деятельности всего коллектива, всего нашего трудового коллектива, который все, без исключения деньги, тратил на развитие своего поселка, своего хозяйства. Значит, мы на правильный путь. Продолжение следует...